Приветствую вас на канале Панцергренадёра. В первой серии мы рассмотрели огнемётный танк Фламинго, разведывательный танк Рысь, экспериментальный танк Леопард, тяжёлый бронеавтомобиль Пума, легендарный танк Пантера, тяжёлые танки Тигр и Королевский Тигр, сверхтяжёлый танк Лев, противотанковые самоходки Куница, Тяжёлое штурмовое орудие Слон и противотанковую САУ Носорог. В этом видео мы продолжим изучать немецкий Зверинец. Штурмпанцер-1, прозванный Бизоном, одна из первых самоходных артиллерийских установок Вермахта. Она имела интересную конструкцию. С танка ПЦ-1 демонтировалась башня, и на крышу боевого отделения, прямо с лафетом и колёсами, устанавливалась 150-мм пехотная гаубица. Вся установка защищалась 4-мм броневой рубкой, открытой сверху и с кормы. Это было неплохим решением проблемы использования устаревших танков ПЦ-1. Недостатками Бизона были склонность к опрокидыванию из-за большой высоты и ограниченный боекомплект. Всего 8 выстрелов. Поэтому самоходка нуждалась в дополнительном подвозчике боеприпасов. Бизоны поступали на вооружение отдельных рот самоходных тяжёлых пехотных орудий, в каждой из которых числилось по 6 САУ. Во время французской кампании каждая рота была включена в состав танковой дивизии. Бизоны также принимали участие в Балканской кампании и начальном периоде войны с Советским Союзом, где из-за плохо развитой дорожной сети расчётам часто приходилось снимать гаубицы с шасси и использовать их традиционным способом. Всего было произведено 38 таких САУ. Штурмпанцер 38Т, более известный как «Грилле», в переводе с немецкого «Сверчок». Самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц, построенная на базе чешского танка ПЦ-38Т. Примечательно, что если танки немцы называли именами грозных диких кошек, то самоходную артиллерию названиями насекомых. «Сверчок» был разработан на замену Бизону, поэтому вооружался тем же 150-мм пехотным орудием. В отличие от своего предшественника, имел более удачную конструкцию и лучшую проходимость. Однако бронирование в целях экономии осталось на том же уровне. САУ выпускались в двух модификациях. С февраля по июнь 1943 года с передним расположением боевой рубки, модификация «Аш». А с ноября 1943 по январь 1945 с кормовым расположением боевого отделения, модификация «М». Всего было выпущено около 380 сверчков всех видов и до 100 транспортеров боеприпасов на их базе. Транспортеры в полевых условиях могли быть быстро конвертированы в полноценные САУ силами ремонтной бригады. Сверчки поступали на вооружение танковых и элитных панцергренадерских дивизий по 12 машин на каждую. Организационно входили в составы панцергренадерских полков в качестве машин непосредственной огневой поддержки. Чаще всего самоходки вели огонь из закрытых позиций, но могли стрелять и прямой наводкой для облегчения наступления пехоты. Сверчки дебютировали на Курской дуге. «Штурмпанцер-4» – самоходное штурмовое орудие, больше известное как «брумбер», что переводится как «медведь-гризли». На фронте солдаты называли его «штупа», сокращенно от «штурмпанцер». Машина была разработана на шасси танка «ПЦ-4» и выпускалась серийно с апреля 1943 года. Задумывалась как штурмовой танк для непосредственной огневой поддержки пехоты, поэтому имела мощное лобовое бронирование – 80 мм корпус и 100 мм рубка. Самоходка вооружалась 150-мм гаубицей «Штух-43» с длиной ствола 12 калибров. Возимый боекомплект составлял 38 выстрелов раздельно-гильзового заряжания. Главными недостатками машин первой серии были отсутствие оборонительного пулемета, перегруженность шасси, что часто приводило к поломкам подвески и трансмиссии, а также большой расход топлива. Дальнейшие доработки позволили устранить основные минусы, и на завершающем этапе «Медведь» стал одной из лучших штурмовых самоходок Второй мировой. Всего было выпущено 306 САУ, которые были распределены по четырем отдельным батальонам штурмовых танков. Как и многие другие образцы немецкой бронетехники, «Медведь» дебютировал на Курской дуге. Небольшое объявление. Рекомендую подписаться на резервный канал Панцергренадера, чтобы не потерять связь в случае форс-мажора. Экспериментальная самоходная гаубица «Хойшреке-10», что в переводе на русский звучит как «кузнечик» или «саранча». САУ задумывалось как штурмовое орудие с вращающейся башней, вооруженное 105-мм пушкой. Лобовое бронирование составляло всего 30 мм, а бортовое – 16 мм. Отличительной чертой «кузнечика» была съемная башня, которая могла быть демонтирована специальным краном, установленным на саму машину. Снятую башню предусматривалось использовать в качестве дота с пушечным вооружением, а саму самоходку без башни – в роли подвозчика боеприпасов или ремонтно-эвакуационной машины. Идея была смелая и необычная, но штурмовое орудие в серийное производство не пошло. Всего было изготовлено три прототипа. Причин для отказа было несколько. Во-первых, «кузнечик» получился технологически сложным и ресурсозатратным. А во-вторых, инспектор бронетанковых войск Гудериан всерьез опасался, что выпуск САУ негативно отразится на темпах производства танков. «Кузнечики» не принимали участие в боях, поскольку после испытаний были возвращены заводу-изготовителю. Легкая самоходная гаубица «Веспе», что в переводе с немецкого означает «Оса». Одна из самых удачных САУ своего времени, отличавшаяся компактностью, хорошей подвижностью и отличной баллистикой орудия. «Оса» имела открытую рубку, вооружалась 105-мм полевой гаубицей и одним оборонительным пулеметом. Базой послужило шасси устаревшего танка ПЦ-2 модификации «Ф». Самоходные гаубицы поступали на вооружение танковых и панцергренадерских дивизий. Организационно входили в состав самоходного артиллерийского дивизиона, который, в свою очередь, делился на три батареи по шесть машин. Первые две батареи вооружались осами, третья — шмелями. Таким образом, в танковой дивизии насчитывалось 12 Веспе. Основной задачей самоходных гаубиц была огневая поддержка танковых и пехотных частей, поэтому стрельба велась преимущественно из закрытых позиций на расстоянии до 12 километров. Однако в боекомплект «ОС» все равно включались несколько бронебойных снарядов, которые оставляли им шанс на выживание при прямом столкновении с бронетехникой противника. Всего за годы Второй мировой войны было выпущено 676 самоходок этого типа. Боевой дебют состоялся в марте 1943 года во время третьего сражения за Харьков. Тяжелая самоходная гаубица «Хумель», что переводится на русский как «Шмель». Машина конструктивно не отличалась от противотанковой «Сауна Сорог». Только вместо 88-мм пушки устанавливалась 150-мм полевая гаубица. Максимальная дальность стрельбы достигала 13,5 километров. Боекомплект составлял всего 18 выстрелов. Поэтому «Шмель» нуждался в подвозчике боеприпасов, который и был сконструирован на его базе. В полевых условиях перевозчики могли быть быстро конвертированы в полноценные «Сау». Батарею из шести «Шмелей», как правило, обслуживало один-два подвозчика боеприпасов. В качестве защитного вооружения самоходкам придавался пулемет с шестью сотнями патронов. Всего за годы войны было выпущено около 700 самоходных гаубиц этого типа. Первыми их получили войска СС, а затем уже танковые дивизии «Вермахта». Боевое крещение «Шмелей» состоялось на Курской дуге, где они проявили себя только с лучшей стороны. Примечательно, что вместо трехзначных номеров, используемых на танках, на бортах самоходок наносились буквы от «А» до «Ф». Камраден, чтобы не терять связь со своими подписчиками и постоянными зрителями из-за блокировок Ютуба, я решил создать канал «Панцергренадера» в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на Телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер». Ягдпанцер 38, более известный как «Хетцер», что в переводе с немецкого означает «гончая» или «борзая». К концу 1943 года из-за интенсивных бомбардировок союзной авиации заводов по производству «Штук-3», Германия была вынуждена срочно разработать и наладить массовый выпуск альтернативных противотанковых САУ на чешских заводах «БММ» и «Шкода». Базой для создания «Хетцера» послужило шасси легкого разведывательного танка ПЦ-38ТНА, не пошедшего в серию из-за выигравшего конкуренцию «Лукса». Серийное производство новой противотанковой САУ началось в апреле 1944 года и продолжалось до самого конца войны. «Хетцер» получился достаточно удачной и дешевой машиной, однако не лишенной недостатков. Главными преимуществами «Борзой» было рациональное бронирование всех бронелистов, даже боковых, и низкий силуэт. Лобовая броня в 60 мм под углом 60 градусов позволяла уверенно выдерживать попадание снарядов «Шермана» и Т-34-76. А пробивное орудие ПАК-39 с длиной ствола 48 калибров, такое же, как у «Ягдпанцера-4», представляло серьезную угрозу на расстоянии 600-800 метров для большинства танков антигитлеровской коалиции. Из недостатков следует выделить низкую удельную мощность двигателя, перегруженность носовой части и неудачное расположение места для командира. Изюминкой «Хетцера» было наличие дистанционно управляемого пулемета на крыше для обороны от пехоты. Данные САУ направлялись в противотанковые дивизионы пехотных и кавалерийских дивизий. В батареях «Хетцеров» числилось 14 машин, а позже это число было сокращено до 10. В общей сложности было построено 2827 САУ. Боевой дебют «Борзой» состоялся в августе 1944 года, во время Варшавского восстания. Флагпанцер 38Т – зенитная самоходная установка на базе чешского танка, которую иногда неофициально называют «гепардом». Необходимость в таких машинах возникла после ощутимых потерь панцерваффе, понесенных от британской авиации в Северной Африке в конце 1941 года. Вермахт не устраивали зенитные установки на базе полугусеничных тягачей из-за ограниченной проходимости. Поэтому в сентябре 1943 года было решено установить 20-мм автоматическую зенитную пушку «Флаг-38» на шасси легкого танка ПЦ-38Т модификации «Л». Так появился «Флагпанцер 38Т» с открытой рубкой восьмигранной формы. Толщина бронелистов «Гепарда» варьировалась от 10 до 20 мм, что могло защитить экипаж из четырех человек лишь от пуль и мелких осколков. Эффективная дальность огня составляла 2 км, скорострельность – 100-120 выстрелов в минуту. Общий размер боекомплекта достигал 1040 снарядов. 70% из них были осколочными, а 30 – бронебойными. Зенитные самоходки «Гепард» поступали на вооружение танковых взводов ПВО в составе танковых полков. В каждом таком взводе было 12 самоходок. Всего за время войны был произведен 141 «Флагпанцер 38Т», который воевали в основном на Западном фронте. В рапорте о боевых действиях отмечалось, что с июня по август 1944 года «Гепардами» было сбито несколько сотен низколетящих самолетов. Противотанковая «Сау Ванце», что в переводе с немецкого означает «клоп». Свое название машина получила за небольшие размеры и способность наносить противнику болезненные укусы. Необходимость в этой самоходке появилась в последний год войны, когда Германия испытывала острый дефицит ресурсов и готовилась к уличным боям за крупные города-крепости. Решение было найдено в модернизации дистанционно управляемой подрывной машины «Боргвард», на которую планировалось установить орудийную установку на шесть реактивных гранатометов «Панцершрек» на поворотном основании. Трубы гранатометов размещались в два ряда по три штуки на левом борту «Клопа», позволяя наводчику сделать мощный прицельный залп. 88-мм гранаты способны были пробить гомогенную броню до 230 мм на расстоянии 150 метров. Бронирование «Клопа» защищало экипаж только от стрелкового оружия и мелких осколков. Для скрытного приближения к цели и успешного отступления после залпа ставилась дымовая завеса. Это значительно повышало живучесть машины в условиях городского боя. Всего за весну 1945 года из «Боргвардов» было переделано 56 клопов. Все они участвовали в обороне Берлина, однако заметного влияния на ход боя не оказали. До нашего времени не сохранилось ни одного образца этой техники. Сверхтяжелый танк «Маус» в переводе на русский «Мышь». Самый крупный танк по массе из всех когда-либо воплощенных в металле. Его боевая масса превышала 190 тонн. Машина строилась по личной инициативе Адольфа Гитлера и под руководством Фердинанда Порше. Бронирование «Мауса» в лобовой проекции достигало 200-240 мм под углом 55 градусов. Вооружался этот сверхтяжелый танк сразу двумя орудиями. 128-мм КВК-44, как у «Ягдтигра», и 75-мм КВК-40 справа от основного. Примечательно, что несмотря на огромную массу, удельное давление на грунт было вполне приемлемым. 1450 грамм на сантиметр квадратный. Такой результат был достигнут благодаря широким гусеницам и многокатковой ходовой части. Максимальная скорость по шоссе, которую мог развить «Маус» — 20 км в час. То есть фактически это не танк, а подвижный дот, перемещающийся между опорными пунктами обороны. Интересной особенностью было то, что из-за своей массы машина просто не могла преодолевать реки по автомобильным мостам. Поэтому переправлять «Маусы» было решено парами по дну реки. Танк полностью герметизировался и переправлялся без экипажа, при этом управлялся и получал электропитание по кабелю с другого танка, который в это время оставался на берегу. Экипаж машины состоял из шести человек. Всего было изготовлено два прототипа, первый из которых был собран в мае 1944 года. Ни один из танков так и не успел принять участие в боевых действиях. Оба были взорваны на полигоне при приближении частей Красной Армии. Однако полностью уничтожить прототипы не удалось. Из уцелевших частей двух танков был собран один, но без внутренней начинки. Ныне этот экземпляр экспонируется в бронетанковом музее в Кубинке. Сверхтяжелый танк «Лянд Койцер П-1000 Ратте». Что переводится на русский как «Сухопутный крейсер «Крыса» массой тысяча тонн». Проект существовал только на бумаге. Однако орудийную башню успели выполнить в металле. В итоге она была установлена на бетонное основание оборонительной линии Тронхейма в Норвегии. Сухопутный крейсер «Крыса» должен был иметь следующие размеры. Длина – 35 метров, ширина – 14 метров и высота – 11 метров. Предполагалось, что сверхтяжелый танк будет передвигаться на стройных гусеницах шириной 3,6 метра. По мнению инженеров-конструкторов, этого должно было хватить для нормального взаимодействия с поверхностью Земли. В качестве вооружения «Крысы» предусматривалось использовать два корабельных орудия калибром 280 мм в поворотной башне, одно орудие калибром 128 мм для прикрытия тыла, восемь зенитных орудий «Флаг-38» калибром 20 мм для защиты от авианалета и два тяжелых пулемета «МГ-151-15» в носовой части. Бронирование сухопутного крейсера должно было достигать 150-220 мм. На «Крысу» планировалось установить восемь двадцатицилиндровых двигателей мощностью в две тысячи лошадиных сил каждый, которые должны были обеспечить скорость до 30 км в час. Экипаж, обслуживающий машину, мог состоять из 20-30 человек. Однако здравый смысл Альберта Шпеера в начале 1943 года подсказал, что проект сухопутного крейсера стоит закрыть за неимением необходимого оборудования и технологий. На этом у меня все. Если я забыл упомянуть какой-то танк или САУ из немецкого «Зверинца», напишите об этом в комментариях. Кто пропустил первую серию, рекомендую глянуть и ее. Спасибо за внимание.